Гулкие удары кувалды и пронзительный звук бензопилы. Весь пятничный день на РТШ шла подготовка к предстоящему празднику Крещения Господня. Время таинства еще не наступило, а на реке кипела работа по установке палаток, в которых верующие смогут переодеться после омовения. Важнейший этап подготовки – создание самой Крещенской купели и ордани для набора воды. За столь ответственный труд селись местные энтузиасты, уже не первый год участвующие в этом благом деле. Лично мы принимаем участие, а так я своих работников по желанию привлекаю, все помогают благому делу. Люди, не знаю, если хотят принимать участие в этом, всегда 18 числа перед Крещением мы это дело готовим все и никогда не откажемся от черепа помощи. Дело общее. Наступил день великого праздника. По традиции утром в Свято-Илинском храме прошла служба, а затем верующие совершили крестный ход к иордани. Именно здесь прошло таинство освящения воды. Каждый смог взять с собой частичку святыни, которая целый год будет благоговейно храниться и разумно использоваться в благих целях. Несмотря на крепкий мороз, оказалось немало желающих омыться в освященных водах Иртыша. Однако по ряду причин далеко не все смогли окунуться в Крещенскую купель. Тех же, кто решился на это таинство, переполняет массой эмоций. Отличное впечатление. Душа поет, мороз, солнышко, день чудесный, водичка теплая. Милости просим, кто хочет, пожалуйста. С Божьей помощью никто не простудится. Ощущение, что энергия тебя распирает, что ты можешь все, что, как сказал отец Георгий, не зашла благодать. То есть ради этого стоит только жить. Ощущение, как будто по тебе и снаружи, и внутри, полчища муравьев, которые дарят тебе свою энергию. Ясные глаза и улыбающиеся лица присутствующих красноречивее всего говорили о духовном просветлении. А когда в небо воспарили голуби, одно из воплощений Бога, верующие ощутили истинную благодать.